Я хочу поднять уровень осознанности людей. Чтобы люди сами осознавали, что они творят. Чтобы у него даже никогда мыслей не возникло кого-то убить там, порезать или воровать что-то. Или пьяным за руль сесть. Есть люди, которые добрались до бесконечного безлимитного счета. Все равно, что в обезьяне дать гранату. Вот она на и нафиг не нужна. Но если ей дать, то будет ай-яй-яй. То есть это вообще подстава конкретно. Не надо самим-то тебя получить на твое родовое имущество. Подпись. Я говорю, а ты чё, чё ты мне жалуешься на свою работу? Ты либо начальнику жалуйся, либо увольнись. Чё они скажут? Руками разводят. Используй правильные слова. Это не работа. Работа от слова раб. Я тружусь. Это трудно, поэтому я и тружусь. Это не глупо. Это тебе намек, слыша. То есть у тебя есть на что-то воля, а на что-то ее нет. Ты у них спрашивал их волю. Что бывает за нарушение воли? Обратка. Сколько раз тебе обратка прилетела? Так вот я тебе поясняю, что кроме кона свободы воли есть еще кон незнания. Так вот ты этот кон и нарушал. Нельзя насильно людям вливать в уши информацию. Ты так и говоришь, нет на то моей воли? Ну ты не проявил свою волю. Ты сказал, что у тебя нет воли. Ну люди разные, воля разная, все разные. Нету, нету воли у 99 и 99 процентов. Нету. И они не хотят ее проявлять. Это их воля. И ничего творец этим поделать не может. А они говорят, нет, мы не хотим проявлять свою волю. А ты их не слышишь. Ну держи обратку. Так вот смысл этой сжатой заключается в том, что каждый теперь отвечает только за самого себя. Экзамены, короче, пришли. Сессия. Я давно знал, что такие времена придут. Ну ты говоришь, не знал, что такие времена придут. А ты знаешь, какие времена идут в будущем? И живые позавидуют мертвым. И надо научиться так общаться и так разговаривать с живым словом. Потому что живое слово у тебя никто никогда не отнимет. Самое мощное твое оружие – это живое слово. Слушай, Антон, столько информации ты мне дал. Благодарю тебя. Я только начал. Алло. Да, Антон, это я. Короче, такая ситуация. Представляешь, четыре дня назад еду на автомобиле по дороге. Ночь, час ночи. Вот смотрю, вот просто вот боковым зрением. Зеркало заднего вида. Хоп. Там на обгон идет машина. Ее заносит. Она влево, вправо, с одной обочины на другую. В итоге тройной тулук крутит, переворачивается. Встает на колеса. Но я по тормозам. Думал, что ребята разбились, наверное, насмерть. Надо хоть это выскочить там. Может, помощь кому нужно. Доскакиваю. Убегаю в машине. Дверь открываю. Там никого нет. Все такое. Першил. Смотрю по сторонам. Парень. Молодой. Короче, в канаве лежит. Его, видимо, выбросил из машины через заднее стекло. Ну, подбегает. Подбегает к нему. Он там весь в крови. От него там перегар лютый. Ну, вот. Там спрашивают, что там. Что сломал, что не сломал. Что, как чувствуешь. Вот, буквально минута проходит. Менты подъезжают. Ну, эти. Тараоны. Вот. Подъезжают там. Ну, знакомый один был. За сюда. В общем, разъехались. Все, я там его им передал. Чтобы они там помощь ему оказали. А мне тут надо было ехать спать. Как-никак. Время очень дорого стоит. Вот, сегодня, представляешь, звонит мне знакомый полицейский-то. Вот, и говорит, слушай, Таня, мне нужно себя найти. Ну, показания взять. Я говорю, какие показания-то? Медицинские, что ли, какие-то? Говорит, нет, да там, по этой ситуации. Я говорю, ну, хорошо. Назвал ему адрес. Я говорю, приезжай. Он приехал с тем сотрудником своим, которым тогда были. Вот, и, ну, давай, говорит, садись там в машину, туда-сюда. Ну, я сел в машину. Он говорит, ну, что там, что, как случилось? Я говорю, ну, вот так и так. Он говорит, да ладно, это не особо важно. Начал у меня персональные данные спрашивать. Я говорю, Паш, я говорю, Паша зовут. Я говорю, мы с тобой давно знакомы. Вот, но в данной ситуации ты на службе ведь? Он говорит, да. Я говорю, ну, хорошо, ты на службе. Я не твой знакомый сейчас. Я говорю, у меня-то какой статус? Он говорит, ну, ты свидетель. Я говорю, понятно. И он начал записывать, понял, эти, фио там, адрес туда-сюда, спрашивает первый вопрос. И по дате рождения, я говорю, Паш, слушай, ну, у меня в дате нет рождения, у меня день рождения, 20-й день месяца января. Вот, он это проигнорировал. Начинает там писать фио. Я говорю, слушай, ну, если ты хотел у меня помощи попросить, вот, то я готов тебе помочь, но пиши так, как я тебе скажу, что живой мужчина, человек с именем Александр и так далее. Вот, он такой смотрит на меня в недоумении. Говорит, а почему так? Я говорю, ну, слушай, у меня паспорта нет. Вот, и, как бы, я тебе говорю, как я тебя осознаю. Ну, вот, он говорит, ну, судья же этого не поймет. Вот, ну, то есть, это все для судей делается. Я говорю, ну, понятно, но я же тебе должен помочь. Он говорит, то есть, ты отказываешься, мне показания давать. Я говорю, нет, не отказываюсь, я хочу, чтобы ты написал, как вот нужно написать. Он говорит, блин, ну, тогда так не получится. То есть, вот, понимаешь, я ему потом задаю вопрос, я-то кто? Он говорит, ты свидетель? Я физлицо свидетель? Или, ты ко мне как к человеку приехал, который видел? Он говорит, ну, у тебя же есть фамилия, имя, отчество? Я говорю, ну, ты как к кому ко мне приехал? Как к человеку? Масленников Александру Андреевичу. Я говорю, слушай, Паш, так не бывает. Я говорю, есть либо Фио, вот эта персона, да? Вот, либо человек. Ты, говорю, к кому приехал? И тут он прям вот, ну, не знал, что мне ответить. Ну, в итоге расстались мы на той ноте, что я вышел из машины, потому что его не устроило, что с ним не персона играет, а вот живой человек перед ним, мужчина. Ну, вообще, это подстава конкретная. Записать тебя в статус свидетеля без твоего разрешения, то есть он тебя не предупредил, там тебя на месте, в машине, то есть он не вызвал по повестке как свидетеля. То есть это вообще подстава конкретная. Ну, вот он, видимо, рассчитывал на то, что мы знакомы. А ты не спрашивал, что случилось с тем, который пострадал? А что с ним случилось? Он жил-здоров, к суду его готовят. Парень был пьяный там, но он жил-здоров остался. Но это его не сильно интересовало, полицейского-то, понимаешь? Его больше интересовало, чтобы вот эта вот сделка, вот эта просто, как там, аукцион? Индосамент от тебя получить на твое родовое имущество, подпись. В том числе, да, конечно, конечно. В том числе, да. Ну, вот, такая вот ситуация, такая история. Ну, а ты из моего видео понял, что вообще не стоит ничего пояснить. Я живой мужчина, хозяин имени Антон, ни больше, ни меньше. Да, иначе, если будешь много говорить, то это в его войдешь, с ними вопросы и ответы, там, еще лишний деморой себе насоздаешь. Да? Я считаю это разумно, то, что ты говоришь. Ну, а ты там начал разъяснять, что такое день рождения, да, это рождение? Да, позволил себе виловать и с ними. Ну, ты знаешь, они об этом, они об этом даже и не знали, они как на меня смотрели. Так им некогда это все знать, что ты мне рассказываешь. Я с этими полицейскими наобщался вдоволь. Они так и говорят, что ты нам, я им говорю, вы, они мне не верят, я им рассказываю, рассказываю. Ну, им интересно, конечно. Ну, что ночью делать в полицейском участке, если из задержанных, там, 10 пьяниц, там, 3 хулигана и, этот, и живой мужчина какой-то приехал. Конечно, они с живым мужчиной пообщаются. Ну-ка, заходи, сейчас пообщаемся, туда-сюда, анекдоты порассказываем друг другу. Все, я им рассказываю, рассказываю, они говорят, да ну херня какая-то. Я говорю, так правильно говорю, не верьте, проверьте сами. Он говорит, да когда нам проверять на мне, когда он, он говорит, у меня там две ипотеки, столько дел висит, и, говорит, это, я говорю, а что ты тут мне жалуешься на свою работу? Ты либо начальнику жалуйся, либо увольняйся. Он говорит, а кто ему платить будет, ипотеку, там, все дела? Я говорю, ну, это твой выбор. Я говорю, а ты, получается, за счет, я говорю, ты же ипотеку взял, чтобы своих детей содержать, правильно? Ну, там, я не знаю, жилплощадь им предоставить, образование им дать, зарплату ходишь сюда, получаешь. То есть, заботишься о своей семье, правильно? Он говорит, да. Я говорю, так ты хочешь свою семью поднять за счет, за счет меня и других людей. То есть, ты их буквально сажаешь в камеру, за их счет, себе вот эти вот кредиты, ипотеки, короче, это, зарплату получаешь. План выполняешь. Да. Ясно. Ну, и что они тебе говорят на это? Ну, что они скажут, руками разводят. Ясно. Кстати, по поводу родового наследия, как ты считаешь, насколько это, так скажем, правдивая тема, учитывая, что вся вот эта система денежная, эпиталистическая, отсюда и вытекает. Но это тоже определенная ловушка, на мой взгляд. Нет, это не ловушка. Да. Есть люди, которые добрались до бесконечного, безлимитного счета. Ты их лично знаешь? Нескольких знаю. Ясно. И как они живут с этим? Нормально. Ты знаешь, Антон, я вот так сижу, да, для меня это пока нереально. И я вот думаю, если у меня будет такой счет, что же мне тогда делать-то? Что я буду делать? Ну, так может, тебе и не нужен этот счет. А то ты не... Это все равно, что обезьяне дать гранату. Вот она ей нафиг не нужна. Ну, если ей дать, то будет ай-яй-яй. Да-да-да. Молодец. Если ты понятия не имеешь, что делать с безлимитным счетом, то, ну, тогда он тебе нафиг не нужен. Тебе и никто его не даст. Да ты и не доберешься до него никогда, если ты не знаешь, для чего он тебе нужен. Тоже верно, да. Разумно, логично. А у тебя какая цель? У меня? Да, вот мне интересно. Вот хочу знать твое мнение, твою цель. Вот ты делаешь такую колоссальную работу, людям помогаешь. Не, не. Используй правильные слова. Это не работа. Работа от слова раб. Я тружусь. Это трудно. Поэтому я и тружусь. Хорошо. Ты выполняешь вот такой нелегкий труд. Человекам помогаешь. Спасаешь их, возможно, от каких-то неприятных ситуаций. Ну, это так и есть. Это невозможно, это так и есть. Вот конечная цель какая этого? Целей много. Спасти людей от беспредела, например. Повысить осознанность людей. Вот когда меня начальник отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом, Луценко Дмитрий Николаевич, бывший начальник отдела, он сейчас в ГОМ-3, отдел полиции номер 3, перешел начальником. Сейчас он там начальник в соседнем доме, короче, теперь работает. Так. Он меня, когда перед сдачей психошку, он меня спросил, говорит, а ты чего вообще хочешь добиться? Я ему начал пояснять, что я хочу поднять уровень осознанности людей. Чтобы люди сами осознавали, что они творят. Чтобы у него даже никогда мысли не возникло, кого-то убить там, порезать или воровать что-то. Или пьяным за руль сесть. Он мне говорит, да такое, говорит, невозможно. Говорит, как это жить без полиции, без скорой помощи? Ну я ему говорю, вот если человек будет осознанный, то ему не нужны будут вот эти гаишники, которые там стопорят за превышение скорости или вылавливают за пьяную езду. Таких просто не будет. А он говорит, да это, говорит, невозможно. Как, говорит, без полиции, без скорой, без светофоров? Говорит, вот там сел один пьяный, говорит, за рулей, врезался в столб. Ну вот твой случай, как ты рассказывал. Врезался в столб и все. И тут же нужна скорая, нужны полицейские и светофор заново восстанавливать. Я говорю, а я, говорю, не согласен. Я говорю, возможно поднять уровень осознанности людей. Потому что я, говорю, был в Камбодже, столица, по-моему, Пнампень, город Пнампень. И я там на перекрестке специально стоял, а там город Миллионник, может даже больше. Я там специально на одном из перекрестков стоял больше часа. А там поток, знаешь, в минуту, наверное, этих мотоциклов штук 300-400 проезжает. И светофоров нет, то есть четыре потока, да, этот крестообразный перекресток. Светофоров нет. И они все двигаются почти с постоянной скоростью. Ну как я бегаю? Конечно. И я целый час стоял и не увидел ни одной аварии, ни одного шороха, ни одного скандала, ни одного мата, ни одного пибикания. Вот это уровень осознанности. Да, я понял тебя. Как ты думаешь, если людей перестанут подавлять, травить всякими химтрейлами, этой отравленной едой, водой, эти таблетки перестанут им пичкать, их уровень осознанности поднимется у людей, против которых это все делают? Если перестанут это все делать? Да. Ну я считаю наоборот. Почему? Ну потому что чем лучше условия, тем больше у человека соблазна, это еще больше, еще хлеще попробует человек. Ты посмотри на детей богатых, родителей. У них по сути безлимитный счет есть. У них есть папа с мамой, которые их всегда защитят. И что они творят? Да все что угодно. Но опять же, они же не являются осознанными, они же не сами к этому пришли. Ну не надо говорить о всех, есть исключения, естественно. Говорим даже наоборот, скажем, есть отдельные случаи, о которых можно говорить. Это я к примеру привел, что есть такие отдельные случаи. Так вот если всем такие возможности предоставить, вот они тоже не знают, что делать с этими деньгами, понимаешь? Ну и купил Мерседес, купил Ламборджини, ну купил ты там 40 машин, дальше что? А дальше то, что ты в следующую жизнь это с тобой не унесешь, черт подери. Потому что как ни крути... Так какая следующая жизнь? Они молодые, им по 20 лет. У них вся жизнь впереди. Они не задумываются об этом. Что-то я тебе хотел сказать по поводу того, что ты там в машину сел. Скажи, я готов тебя выслушать. Да я что-то забыл, там что-то связано... Надо было тебе вообще сказать, что это подстава. Если ты с ним был в дружеских отношениях, то я бы вот с таким человеком больше не имел бы дела вообще никакие. Да нет, он просто знакомый. Ну а если просто знакомый, то надо было сразу сказать. Высылай повестку, до свидания. Понятно, но я в принципе и так садился с намерением, что я не буду ничего там подписывать. И я предполагал, что... А надо было идти с намерением все записать. Да, ты прав. Ты прав. И сказать ему, если я тебя еще раз услышу или увижу с подобными предложениями или кого-то из ваших, эта аудиозапись плывет где надо. Вот это уже сердце, да? Нет, культурно ему намекнуть. Это я тебе открытым текстом сказал. А ему надо было намекнуть, чтобы больше таких подстав не было в мой адрес. Я тебя понял, Антон. Благодарю. Потому что ты, как бы это, ну сказать, он пытался на тебя вылить ведро говна, а ты просто сказал, не, не надо на меня выливать, и ушел. Да, так получается. Ну это же его не остановит, если от него начальство в следующий раз опять потребует что-то вылить на тебя. Да нет, конечно, не остановится. Ну вот. И тебе урок на будущее, что все подобные разговоры и все подобные действия нужно всегда писать. Да, я обычно так и делаю. Меня тут несколько раз забирали в отдел. У меня дело-то по... Ну вот это, которое на меня шьется 20.6.1. Я до самого мая хожу по магазинам, людям проповедую по поводу этих масочных баронавирусных режимов и так далее. Там ЧС, не ЧС. Вот, и мне, представляешь, задним числом вменили... Ну, в последний раз, когда меня увозили в отделение, мне вменили там по шести делам этим. Я вызывал сотрудников в магазин, чтобы зарегистрировать право нарушения со стороны магазина, а вот они мне обраточку такую вот кинули. Представляешь, задним числом. Шесть протоколов, что ли, составили? Да, восемь там составили. Вы каким статьям? 20.6.1. Все одинаковые. Что, в одном месте и в одно время? Нет, в разных местах, в разное время, но одним числом составлено. Доходил там? Причем, самое интересное, что некоторые мои походы, они были 2-3 месяца назад, то есть они мне изменили это спустя 2-3 месяца. То есть срок давности-то прошел. Ну да, срок привлечения к административной ответственности. Ну вот, в том-то и дело. Это глупо так. Ты знаешь, я на это на все смотрю и понимаю, что... Это не глупо, это тебе намек, слыши. Вот на нашем земском уровне это глупо, а со стороны дворца это все имеет смысл. Понятно. Что тебе понятно? В чем смысл? Смысл в том, что надо не с жопы давить-то с головы. Я вот, ты понимаешь, я тебе с таким намерением-то и позвонил, что я понимаю, что я делаю что-то не так. Мне нужно это подработать, подделать. Потрудиться. Потрудиться, чтобы у меня было более все складно в голове, чтобы это складно на бумагу потом выражать. Ты человек верующий вообще? Чего? Я спрашиваю, ты человек верующий? Честно. Да. В себя верю. В себя? А то, что существует некий вселенский разум, я не знаю, Бог, Творец, и что он все видит, все слышит и все контролирует? Да, я тоже в это верю, но, наверное, не так глубоко, как ты. Так вот, я тебе могу пояснить, в чем смысл твоих восьми протоколов. Кон Свободы и Воли слышал о таком? Да. Вот ты хочешь все знать, все познать, во всем разобраться? Прям все? Не, ну, кое-что, скажем так. Есть у тебя на это воля? Есть воля. Ну, а есть ли что-то, что ты вообще не хочешь знать, и в чем ты не хочешь ковыряться? Допустим, в морге работать, или, не знаю, там, старшим уполномоченным, и каждый день вот эти мозги с асфальта соскребать? Есть у тебя на это желание воля? Ты знаешь, я не задумывал, но затем... Ну, вот сейчас задумайся, есть у тебя на это воля или нет? На это нет воли, нет. Ну, вот. То есть у тебя есть на что-то воля, а на что-то ее нет. Так? Так. Творец может нарушить твою волю? Творец? Да. А почему он должен нарушать мою волю? Нет, я тебе вопрос задал. Может или не может? Я думал, что он не может нарушать мою волю. А другой человек может нарушить твою волю? Нет, не может. Но хотя есть люди, которые пытаются это сделать. Ну вот, что будет с человеком, который придет и скажет, завтра ты работаешь в морге и соскребаешь мозги с асфальта каждый день? Будет, как бы, единственное, что он будет послан куда-то, потому что воли моей на то нету, на то, что он говорит. Это его воля может быть, но это не моя воля. Прежде чем... Ясно, ясно. А если он этого не поймет и дальше начнет беспредельничать, заставлять как-то? Хорошо, я ему три раза повторю. Вот, постараюсь не создавать критическую ситуацию, чтобы, ну, физически его не покалечить. Ну, лучше сам уйду. Обрати внимание, ты сам сказал три раза. Да, я сказал три раза. Скажу три раза ему. А вот теперь я тебе поясняю, я тебя подводил все к этому разговору. А теперь я тебе поясняю. Те сотрудники магазинов и те посетители магазина, которым ты пытался донести информацию, ты у них спрашивал, их волю. Они хотят знать эту информацию или нет? Если честно, скажу правду, не у всех спрашивал, но спрашивал. И что, хоть один сказал, меня это не интересует? Сказали. Я тебе скажу даже так. Сказал не один, а сказали четверо. Так ты как думаешь, а ты дальше продолжал доносить до них информацию? Нет, какой смысл, если их воля нет на это? Они как бы не готовы, они не хотят это воспроизводить, они не могут это воспроизвести. Когда я им показываю там бумаги или просто по-человечески объясняю, они говорят, да мы же люди маленькие, что? Ну, хорошо, ваша воля, оставайтесь маленькими. А теперь мне скажи, вот до тех, до кого ты доносил информацию, ты у всех спрашивал разрешение донести информацию? Нет. Соответственно, можно предположить, что ты до кого-то донес информацию, кто не хотел ее получить, так? Да, конечно, абсолютно. Соответственно, ты что сделал? Нарушил их волю о чем? О том, что они не хотят слушать информацию. Что бывает за нарушение воли? Обратка. Сколько раз тебе обратка прилетело? Восемь раз прилетело. А ты кон свободы и воли хорошо знаешь? Хорошо, нет, не знаю. Так вот я тебе поясняю, что кроме кона свободы и воли есть еще кон незнания. Ясно, я об этом почитаю, выразумею. Это хорошая информация. Есть такая штука, как эта, как тебе сказать. Вот я хочу знать какую-то информацию, это кон свободы и воли. Я хочу. А есть еще, ты пойми, что везде и во всем есть весы. То есть есть черная, есть белая, есть сладкая, есть горькая. То есть всегда есть противовес, всегда есть обратная сторона медали. Соответственно, если есть кон свободы и воли, то есть и кон, скажем так, неприкосновенности, незнания. Я не хочу это знать. Так вот, ты этот кон и нарушал. Я тебя понял. Нельзя доносить, нельзя насильно людей кормить. Нельзя насильно людям вливать в уши информацию. Нельзя насильно людей мыть каждый день, потому что так нужно по твоему личному убеждению. Ясно? Ясно, да. Хорошо. Хорошо. Я понимаю, о чем ты говоришь. И, допустим, вернемся к тому же самому магазину, да, и к тому же самому кафе, в которое я прихожу. Приходил, и мне там навязывали какую-то маску, там, тряпку надеть на лицо. Нет на то моей воли. Понимаешь? Нет на то моей воли. Ну, ты так и говоришь, нет на то моей воли? Конечно. Ну, ты не проявил свою волю. Ты сказал, что у тебя нет воли. Почему это я сказал, что у меня нет воли? Ну, ты... Я сказал, нет на то моей воли. Подожди, подожди. Тебе на день рождения дарят насос от велосипеда. А ты говоришь, у меня нет велосипеда. Ясен смысл, нет? Нет, не ясен. Ты буквально сказал, что нет на то моей воли. Ты проявил свою волю? Как проявляется воля? Воля проявляется словом. Каким словом? Какие два волшебных слова надо использовать? Хочу, чтобы было. Понимаешь? Ну, а ты сказал, как ты хочешь, чтобы было, когда тебе маску предложили. Где-то говорил, да, хочу, чтобы у меня служили без маски. Вот ты первый раз об этом сказал. А до этого ты говорил, нет на то моей воли. Это не проявление воли. Отрицание воли, это не есть проявление воли. Слушай, очень познавательно. Да поэтому ты, конечно, можешь сказать, нет, ну это моя воля. Но ты тут же должен четко сформулировать, что ты хочешь. Проявить свою волю. И надо добавлять, я хочу без маски. Ты видео-то видел про спасение детей от тестов или вольному волю? Нет, я не смотрел его. Это на твоей странице? На YouTube-канале Сургутнадзор 2. Два видео. Там я поясняю и рассказываю, как правильно проявлять свою волю. И приводим множество примеров. Как действуют волшебные слова, я хочу. Так, сейчас я запишу. Госнадзор 2. Как видео называется? Спасение детей от тестов. Спасение детей от тестов. Отлично, я посмотрю. Благодарю. Ну вот, посмотришь и все станет ясно. Ну и еще посмотри видео на все воли Творца. Хорошо. Слушай, Антон, столько информации ты мне дал. Благодарю тебе. Я только начал. Я думаю, тебе достаточно. Потому что ты что-то там приуныл, смотрю. Или задумался, как говорит женщина. Я говорю, ты что мучаешься? Я говорю, думаю. А в начале так тараторило, я же не знал, как остановить это культурно. Чуть-чуть не снатекнулся. Ну, я думаю, что на сегодня мне хватит. Потому что то, что я хотел услышать, что мне нужно было, ты мне дал. Это прекрасно. Ну, так я у тебя спрашиваю разрешение. Можно для всех опубликовать? Конечно, можно. Антон. Благодарствую. Ну, вообще не вопрос. Наоборот, нужно, чтобы люди не боялись, задавали вопросы. Ну, люди разные, воля разная, все разные. Поэтому кон свободы воли обязательно нужно это соблюдать. Нужно. И правильно, что ты это делаешь. Спасибо, что ты, точнее, благодарю, что ты донёс до меня это. Хорошая пища для мозга. Я в этом сейчас буду разбираться. Ну, посмотрим, будем действовать. Я тогда видосики, которые буду снимать. У меня, на самом деле, немало видосиков есть. Вот по этим магазинам. Но я уже что-нибудь такое более серьёзное засниму и тебе скину. Я видел в твоих видеообращениях, что если тебе скидывать видео, ты будешь их размещать и конкретно показывать, где какие заглотки. Ну, это хорошая будет школа для людей, для народа. Именно для тех, кому это надо. Для тех, кто хочет забрать. Пришли, и будет время, посмотрю. Добро. Договоримся. Подожди, самое главное хочу до тебя донести. Что сейчас, я уже говорил об этом в своих видео, что настали те самые времена, когда идёт Великая Жатва. Да, Жатва слышал такое. Так вот, смысл этой Жатвы заключается в том, что каждый теперь отвечает только за самого себя. И когда ты начинаешь, ты можешь помочь словом другому, ты можешь подсказать где-то, но решать за него никто тебе не даёт права. Вот сейчас даже, смотри, даже вот в этих так называемых судах убирают приставов из заседаний и убирают слушателей. То есть, заходят только стороны по делу. Всё. Разбираются только участники дела. Да. Почему так происходит? Это не их прилегатива. Они подчиняются воле Творца. То есть, Творец так решил, что всё, настало время, теперь каждого проверить на... Экзамены, короче, пришли, сессия. А студент к профессору идёт один на один отвечать на вопросы. Понял. Понял. Звучит интересно. Да, поэтому, когда ты пытаешься других научить и сколотить команду очень быстро, у тебя ничего не получится. Тебе всё на корню зарубят. Это можно было делать 2-3 года назад. А сейчас это просто невозможно. Так, а почему ты про команду заговорил? Интересно. А к тому, что ты для чего просвещением занимаешься? Ты надеешься, что вокруг тебя появятся такие же осознанные люди, как и ты? Я был бы не проще, если бы у меня было окружение осознанных людей. Это твоя воля. Но их-то воля на это нет. Да. Если бы у них была на это воля, они бы уже давно сами всё осознали. И сами вперёд тебя бы убежали. Ты бы за ними бежал. А таких нету. Значит, здесь действуют свои слова, то, что каждый сам за себя? Нет. Тут действует именно совокупность всех воль. Скажем так. Нету воли у 99 и 99 процентов. Нету. И они не хотят её проявлять. Это их воля. И ничего творец с этим поделать не может. А тут появляется какой-то Александр и пытается показать всем, что есть воля и навязать свою волю, что давайте тоже свою волю все проявлять. А они говорят, нет, мы не хотим проявлять свою волю. А ты их не слышишь. Ну, держи обратку. Ну, да. Ты прав. Это моя ответственность. Ну, так будь аккуратен с этим. Благодарю. За совет буду. Я вот перестал кого-то просвещать, навязывать своё мнение. Просто я даже вообще стараюсь это... Он пошёл в магазин, сделал своё дело, купил продукты, всё, ушёл. Хотя там весь магазин чуть ли не с потолка, и на потолке, и на полу везде наклеены эти наклейки, типа маски, 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 маски. Вообще с ума сошли. Весь магазин обклеили. Раньше мишуру вешали. Гирлянку под Новый год. С Новым годом. Скотчем на... Наверное, надпись написали, маски. И расклеили весь магазин. Это для кого? Для физлистов, ты же сам говорил об этом. Ну, ты как вообще себя чувствуешь во всём этом? Нормально чувствую. Я давно знал, что такие времена придут. Ну, вот я не знал, что такие времена придут, но они пришли. И теперь мне приходится действовать, исходя из того, что происходит. Ну, ты говоришь, не знал, что такие времена придут. А ты знаешь, какие времена идут в будущем? Я хочу надеяться и верить в то, что для тех, кто достоин, для тех, кто осознал, будет всё прекрасно, всё хорошо. А те, кто ещё не осознал, значит, ну, они ещё какой-то урок будут проходить. Как там фраза звучит, я забыл, и мёртвые позавидуют, а, и живые позавидуют мёртвым? Да ну, брать. Как можно живым завидовать физлицам? Да ну, это клуб отец. Раз уже встали на этот путь, то да ну. Ну, и не знаю, не знаю. Посмотрим, что ты скажешь через год. У тебя есть какая-то информация конкретная? У меня есть ощущение. И какое ощущение? Что надо с тобой через год созвониться и записать точно такой же диалог. И послушать, что ты думаешь по этому поводу. Ага. Ну, видишь, как здорово. Хотя бы сейчас ты записываешь это, и мы с тобой можем через год действительно воспроизвести этот вопрос. Ну, если будет такая возможность. А почему не будет? Давай запостулируем. Давай. Я хочу. Я хочу, чтобы было. Чтоб такая встреча состоялась ровно через год. Супер. Я тебя поддерживаю, я тоже хочу, чтобы такая встреча состоялась. Да ты не меня поддерживай, не надо моей воле поддерживать, ты своей воле вырази. Я сказал, я тебя поддерживаю, я выразил свою волю, я хочу, чтобы такая встреча состоялась. если бы ты сначала свою волю выразил и сказал, что моя воля солидарна с твоей волей, тогда бы я не понял. А так ты говоришь, что я поддерживаю твою волю и точно такую же волю проявляю. Хорошо. Я хочу, чтобы подобный вопрос мы подняли через год, чтобы мы его обсудили, и я поддерживаю свою волю. Вот так. Спасибо за поддержку моей воли. В смысле, благодарствую. Да, благопринято. Ну что, Антон, благодарю тебя за выделенное время, знание, терпение. Ты очень много мне дал данных, я вот написал их себе на листочек, я их обязательно изучу, и буду их на практике применять. Обязательно тебе отчет предоставлю. Мне самому интересно, и хочу, чтобы для тебя было тоже подтверждение своих же слов и знаний. Так что, до скорых встреч, я так полагаю. Первый собеседник попался, который хоть что-то записал. Ни хрена тебе, что-то я тут на свой лист записал то, что ты мне говорил. Ты серьезно? А что я тебе думал, просто так что я звонил? Смотри, это, конечно, хорошо, что ты записал, лучше усвоиться, но на будущее учти, что вот я побывал в таких ситуациях, что мне ни ручку, ни бумажку вообще ничего не давали. Ну, вот, психушки, например, мне там не то, что даже карандаш не давали. Да, конечно, иначе ты бы убил ты им. Не, не поэтому. Короче, даже сказал этот лечащий якобы врач сказал, типа, пиши крови. Я тебе к чему это говорю? К тому, что могут настать такие времена, что не будет ни бумаги, ни ручки, ничего под рукой. И ни одного документа с собой не будет. Вообще ничего не будет. И надо научиться так общаться и так разговаривать живым словом. Потому что живое слово тебя никто никогда не отнимет. Ну, если ты только там, не знаю, случайно там глухонемым не станешь или еще как-то. А так, пока ты жив-здоров, самое мощное твое, скажем так, в кавычках оружие это живое слово. Понял тебя. Ну, все, не буду больше грузить. Благодарствую за интересный разговор. благо дарственные приняты. Я тебя тоже благодарю. Все, давай, счастливо, звони. Давай, все, на тревоге, добро. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok